Папа Франциск против Трампа, разлучать детей и родителей аморально. Без мигрантов Европа опустеет. Паэлла Радари, Ларри Публича, Италия. 20 июня 2018 года. В беседе с агентством Рейтер Франциск критикует политику Белого дома и вспоминает документ, подготовленный епископами. Популизм не помогает решить мировую драму эмиграции, а разлучать семьи, значит идти против католических ценностей. Популисты генерируют психоз. По делу судна Аквариус, нельзя отказывать людям, которые к тебе приезжают в Ватикан. Он выступил с критикой администрации Трампа и его политики по вопросам эмиграции, начиная с решения разделить семьи, разлучив детей и родителей, нелегально уехавших на территорию Соединенных Штатов. Так, Франциск, без всяких обиняков в разговоре с агентством Рейтер, Реутерс, заявил, что популизм не решает мировой проблемы эмиграции. Бергуля вспомнил, что поддержал документ, подготовленный американскими епископами осуждающий разлучение детей и родителей, противоречащий католическим ценностям и аморально. Епископ Римский говорил также о недавно состоявшихся отставках чилийских епископов в качестве наказания за покрывательство и сексуальных домогательств священников в отношении малолетних. Франциск говорил и о пяти годах, проведенных на папском престоле. Он высказался в ответ на критику со стороны консерваторов, обвиняющих его в чрезмерном либерализме. Что же касается Трампа и его эмиграционной политики, Франциск еще раз выступил в поддержку американских епископов. «В этих вопросах я придерживаюсь позиции коллегии епископов», — сказал он. Популисты создают психоз в эмиграционном вопросе, в то время как старые общества, например, Европа, сталкиваются с проблемой большой демографической зимы и испытывают необходимости в большем количестве эмигрантов. «Без эмиграции Европа», — добавил он, — «опустеет». «Инчантриамогессу нель павера, нелощартата, нель рифугеата». «Нон лощамочила паурачи импедищадиатща глиерил просима бессогноса». «Решетку и трифугея собака м подчеркивание Рсезиони, папа Франчища, собака Пантифекс подчеркивание Ит». 20 июня 2018 года «Давайте видеть Христа в бедном, в отвергнутом, в беженце. Давайте не допустим, чтобы страх помешал нам принять нуждающегося ближнего». Решетку и трифугея с будущей церкви улиц Франциск подтвердил, что молится за тех, кто его критикует, за тех, кто говорит о нем дурные слова. Внутри католической церкви действительно существует консервативное крыло, постоянно выступающее с критикой понтифика. Однако Папа Римский выступил в свою защиту, сказав, что будущее католической церкви — на улицах. «Закрытые порты» Франциск прокомментировал также решение итальянского правительства закрыть порты перед судном «Аквариус», вынуждая более 600 мигрантов высадиться в Испании. «Я думаю, нельзя отказывать людям, которые приезжают к тебе, нужно помогать им и заботиться о них», — сказал он. «Правительства некоторых стран работают над этим, и положение людей улучшается. Решение проблемы — принятие, изучение, осторожность. Борьба и трудные решения» — по словам Франциско. Его огорчило решение Трампа в прошлом году ввести новое ограничение в отношении Кубы. «Заключенный Обамой соглашение было хорошим шагом вперед», — заявил он. Он рассказал также о том, что решение отказаться от Парижского соглашения по борьбе с климатическими изменениями заставило его переживать из-за оказавшегося на кону будущего человечества. По его словам, он надеялся, что Трамп изменит свою позицию. Сомнений реформы Франциск говорил также о сомнениях в его способностях, изложенных в письменном виде некоторыми кардиналами, среди которых американский консерватор Леомберг, Лео Бурке. По его словам, он слышал о письме кардиналов, критикующих его в газетах. «За манеру ведения дел, которая, скажем, отличается от церковной, но мы все совершаем ошибки». Папа Римский заявил, что удовлетворен проведенными реформами для достижения большей прозрачности финансов в Ватикане. «Банк Ватикана, закрывший сотни подозрительных или спящих счетов, теперь работает, как следует», — сказал он.